Давайте рассмотрим стандартный рычаг локтя глазами белого пояса, а также как понимание принципа в этой технике будет эволюционировать на вашем пути к получению черного пояса. Сначала он будет ассоциироваться только с положением туловища. Рычаг локтя это когда один боец перекидывает обе ноги через туловище противника, захватив одну руку и затем ему достаточно только поднять бедра, чтобы заставить противника сдаться. Далее вы научитесь определять возможности для рычага локтя. К примеру, когда противник упирается вам в грудь, вы переносите вес вашего тела на руки для того, чтобы придать мобильности своим ногам. Поворачиваете свою туловищу на 90 градусов, перекидываете ноги через его лицо и заходите в руки и проводите болевой. Со временем вы поймете, что проводить рычаг локтя из гарда гораздо легче, чем делать это из маута. Вам достаточно просто упереть ступню и бедро противника, одной ногой отдавить его в спину, а вторую перекинуть через голову. Далее достаточно немножко приподнять свои бедра, чтобы произвести болевой. Также вы догадаетесь, что иногда стоит отдавливать запястьями его горла для того, чтобы было легче перекидывать ногу через его голову. А еще вы запомните, что именно та рука, которую он вытягивает для того, чтобы вас придушить, будет являться целью для вашей атаки. Комбинация многое упрощает. К примеру, когда я выхожу на американу из маута, его естественные реакции будут забрать руку обратно, ближе к центру своего туловища. Это придаст ему гораздо более выгодный рычаг. Я научился это использовать в своих целях и перехожу на прямой рычаг локтя, используя силу его собственного сопротивления. Также я могу атаковать его горло для того, чтобы сымитировать удушающий прием. Противник скинет руки для того, чтобы защититься от удушающего. И в этот момент я вставлю колено под его руку. Вторую ногу я перекину через его туловище для того, чтобы укрепить свою позицию и не оставить ни малейшего пространства, которое позволит ему уйти. После чего я перекину ногу через его голову и проведу болевой на руку. Другая распространенная реакция – это подставить свою единственную оставшуюся свободную руку в тот момент, когда я провожу американу. Всегда надо думать наперед и убеждаться в том, что он не сможет защититься при помощи второй свободной руки. Для этого мы выведем его из равновесия и заставим восстанавливать его при помощи этой второй руки, что оставит нашу изначальную цель незащищенной. Если противник налегает на вас всем своим весом в попытке придавить к земле и помешать распрямить бедра, обернитесь вокруг него, не стоит бороться с его силой. Достаточно просто подвернуться под ним, перекатить его ногами на спину и завершить болевой на руку. Еще я могу спровоцировать противника выставить свои руки с позиции колена на животе, а оттуда уже перейти в позицию удобную для рычага локтя. Я могу сделать это быстро и медленно. Медленный вариант требует пошагового исполнения. Сначала мы крепко захватываем руку и заставляем противника перевернуться на бок, оттуда мы перекидываем ногу через его голову, не забывая контролировать штаны, чтобы противник не смог увернуться из позиции. После чего, провернувшись на 90 градусов, мы входим на рычаг локтя и растягиваем руку, прогнувшись всем телом назад. Проводя рычаг локтя, перекинув через противника только одну ногу, мы даем ему замечательную возможность вывернуться. Однако с опытом мы понимаем, что в этом нет ничего страшного, так как вывернувшись из этой позиции, противник сразу попадает в треугольник. Я упираю ступню в его бедро, когда он пытается подняться, что дает мне отличную возможность для того, чтобы закрыть его в треугольник, либо же опять провести рычаг локтя. Подобная техника перехода также может быть использована, когда вы находитесь сверху и растягиваете противника на рычаге локтя. Просто просуньте свою ногу между его руками и позвольте ему самому впрыгнуть в треугольник, либо же на рычаг локтя. Также вы можете произвести ущемление, что тоже очень болезненно, либо же перевести все свое внимание на запястье противника, что является классическим способом разрыва замков. Ваша вторая нога тоже сможет помочь вам разорвать защиту от рычага. Со временем вы перестанете волноваться, вы все это уже проходили. По мере того, как ваш пояс будет темнеть, вы поймете, что рука противника не обязательно должна будет находиться спереди вас. Иногда вы сможете замыкать ее у себя подмышкой. И так как вы делали рычаги локтя слишком много раз, вы сможете использовать каждую ошибку своего противника, моментально закрывая свои ловушки. В это время вам захочется уже попробовать что-нибудь интересненькое. Как раз тогда у вас начнут получаться вертолетные рычаги локтя. Используйте свои ноги для того, чтобы поднять тело своего противника и провернуть его в воздухе. Его естественной реакцией будет выставить руки вперед для того, чтобы восстановить свой баланс. Также попробуйте выходить на рычаг локтя сразу после прохода гарды. Одна техника накладывается на другую. Эти штуки уже относятся к крутым навыкам. Вы будете видеть рычаги локтя повсюду, в процессе прохождения гарды. Когда будете атаковать спину противника, он будет защищаться от удушающей. Когда будете перепрыгивать его гарду, а также когда будете защищаться от прохождения гарды и даже атаковать рычагом локтя со стойки. Черный пояс делает рычаг локтя из любого положения. Он просто выхватывает его из ниоткуда. Он подстраивает свое тело под сложившуюся ситуацию, плавно и гибко оперируя с тем, что имеет в моменте. Рычаг локтя больше не техника, а знак препинания в стратегии, направленной на изъятие возможностей для защиты и передвижения вашего противника. Чтобы полностью изучить рычаг локтя, надо сделать его частью себя. С этих пор это будет не просто техника, а ваша техника. Именно для этого вы и тренируетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова